В середине февраля свой профессиональный праздник отмечают операционные медицинские сёстры. Пожалуй, самые выносливые и стрессоустойчивые среди своих коллег. Хирурга они понимают с полуслова, а на усталость никогда не жалуются. С одной из сестричек, на чьих хрупких плечах огромная ответственность, познакомилась наша съёмочная группа. Когда за окном ещё темно, в операционной уже вовсю кипит работа. Туда-сюда снуют медицинские сёстры. В тишине слышатся их мягкие, но быстрые шаги и звон инструментов. Сейчас задача этих хрупких девушек сделать всё от них зависящее, чтобы операция прошла успешно. Большей частью операция проходит молча. Это по телевизору, когда показывают какие-то операции, что там зажим, тампон, там плод протирают. На самом деле это всё ерунда. То есть у нас до того слаженно всё проходит, потому что хорошая операционная сестра, которая подготовилась к операции, она знает, какая будет выполняться операция, подготовила инструменты, всё. Она знает протокол операции. И по мере, так сказать, выполнения операции она просто видит, что хирург делает. Она уже заранее знает, он протягивает руку, она ему даёт диссектор, зажим там и так далее, и так далее. Впервые в Республиканскую клиническую больницу Юлия Фололеева пришла на практику после медколледжа и решила остаться. Говорит, было сложно, но интересно. Сегодня 26-летняя медсестра владеет разными видами операций. Было сложно, но интерес, всё-таки был интерес превыше. И полюбила эту профессию. И сейчас уже как бы не так сложно, уже понимаешь ход операции, какие, что приготовить, что нужно. С полузагляда, даже молча, уже знаешь ход операции, просто знаешь ход операции, даёшь нужный инструмент. До пяти операций за смену некоторые многочасовые. Таким образом, весь рабочий день операционные медсестры проходят на ногах. А ещё требуется повышенная стрессоустойчивость и аккуратность, ну и, конечно, постоянное стремление к саморазвитию. Сестра операционная должна быть многопрофильной. К нам привозят патологию разную. Здесь разнообразие инструментария, разнообразие хода операции, да, надо всё это в своей голове уложить. Выдерживают, конечно, не все. Текучка кадров присутствует, говорят, в медорганизациях. Но те, кто остаётся, это одна большая команда единомышленников, нацеленных на помощь пациентам. Хирург один в поле не воин, когда мы приходим в операционную, нам нужна чья-то помощь. Это, в первую очередь, помощь операционной сестре. Она готовит операционную, она готовит инструменты, она создаёт условия для комфортной работы хирурга. Поэтому без них мы как без рук. В Израиле, например, это очень престижная профессия операционная сестра. И там, большей частью, работают парни. Я там был, я сам всё это видел. Она очень высокооплачиваемая. Сравнить работу операционной сестры с простыми сестрой. Операционная сестра может пойти в любое отделение и тоже раздать таблетки, сделать инъекцию. Другая какая-то сестра, конечно, не справится здесь. Даже разговоров нет. Научат и помогут. В медорганизациях республики всегда рады новым специалистам. Коллеги готовы взять молодёжь на патронаж, делиться опытом и своими ноу-хау. Кстати, в середине февраля у операционных медицинских сестёр профессиональный праздник. Многие из них принимают поздравления на своём рабочем месте, отмечая, что самый лучший подарок – это здоровье пациентов.